Всем привет! В эфире Универ Ньюс, в студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Состоялся визит представителей Султаната Уман в КФУ. Прошла пресс-конференция приемной кампании в КФУ. Ролик проекта «Громкие рыбы» набирает все больше популярности. 25 июня состоялся визит в Казанский университет делегации Султаната Уман. Визит нацелен на продолжение знакомства в научно-технической сфере. Все подробности в следующем сюжете. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с делегацией Султаната Уман, визит которой состоялся в рамках развития сотрудничества в нефтегазовой сфере. Представители Султаната Уман прибыли во главе с исполнительным директором компании Эйджа, виртуальным оператором, объединяющим промышленность, науку и образование и правительство Умана. Ректор КФУ рассказал гостям об истории стратегии развития Казанского университета. В частности, были обозначены причины выбора приоритетных направлений и требования, которые предъявляются исследователям. Основной доклад с предложением сотрудничества представил руководитель стратегической академической единицы КФУ Михаил Варфоломеев. Напомним, что среди партнеров КФУ значатся и компания и Султаната Уман. В частности, университет имени Султана Кабуса в рамках контактов в области нефтегазовых технологий. В октябре 2017 года в ходе визита делегации университета имени Султана Кабуса в КФУ были обозначены темы совместных научных исследований. Технологии повышения нефтеотдачи, в том числе метод парагравитационного дренирования. Технология, требующая бурения двух горизонтальных скважин, расположенных параллельно одна над другой. Скважины бурятся через нефтенасыщенные толщины вблизи подошвы пласта. Также среди совместных исследований разработка катализаторов для подземного облагораживания вязкой и сверхвязкой нефти и использования биосурфактантов. Таким образом, сотрудничество в рамках соглашения, подписанного 25 июня, предполагает развитие и реализацию проектов в области образования и совместных технических исследований. В Казанском университете проходит конференция «Алгебра и математическая логика. Теория и приложения». В ее работе принимают участие ученые из России, США, Новой Зеландии, Сингапура, Китая и многих других стран. Об этом наш следующий сюжет. Конференция «Алгебра и математическая логика. Теория и приложения» проходит в КФУ с 24 по 28 июня и посвящена сразу двум юбилейным датам. 125-летию со дня рождения основателя кафедры алгебры Казанского университета Николая Чеботарева и 75-летию со дня рождения заведующего кафедрой Марата Арсланова. В конференции участвуют не только специалисты из России, но и из других стран. Сегодня как раз был доклад нашего коллеги из Новой Зеландии Андрея Ниса. Очень интересный специалист, который применяет как раз логические методы к исследованию в области теории групп. На открытии конференции 24 июня к участникам от имени ректора Казанского университета Ильшата Гафурова обратился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он отметил, что сейчас математика переживает некий ренессанс и нет ни одной сферы деятельности, которая не была бы в той или иной степени связана с современными достижениями в области математики. Конференция очень интересная, разнообразные доклады, ведущие специалисты в области алгебры, математической логики делают доклады, будут еще доклады. Но вообще Казань очень интересный здесь. Коллектив работает как раз в области математической логики. Камиль Гимаздина, Виолетта Басова, Универньюз. Приемная кампания в Казанском федеральном университете уже в разгаре. Будущих студентов интересуют программы обучения. Именно поэтому Институт филологии межкультурных коммуникаций КФУ организовал пресс-конференцию. Подробнее в нашем сюжете. В пресс-центре информационного агентства «Татаринформ» состоялась пресс-конференция о приемной кампании в Казанский федеральный университет. Напомним, что она стартовала 20 июня. В ней приняли участие представители Института филологии межкультурных коммуникаций во главе с директором Радифом Замаледдиновым. По словам Радифа Замаледдинова, на обучение в институте выделено 365 бюджетных мест и 150 для обучения билингвальных учителей. Билингвальное образование предполагает равнозначное и взаимосвязанное владение учащимися двумя языками. В этом учебном году Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдулы Тукаев Института филологии межкультурных коммуникаций КФУ будут готовить билингвальных учителей по математике и информатике, истории и обществознанию, музыке, дошкольному образованию и начальному образованию, а также по физике и математике, химии и биологии и иностранным языкам. Институту филологии Вся Россия был аналоговый проект. На пресс-конференции также было отмечено, что сдать вступительные экзамены можно с использованием дистанционных технологий. Прием документов Высшую школу национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая будет осуществляться до 11 июля. Артем Тупичкин, Универ Ньюз. В сети набирает огромную популярность ролик с неофициальной рекламой бренда «Чебоксарский трикотаж». Авторами записи выступают казанские блогеры «Громкие рыбы» – наши коллеги, сотрудники телеканала Универ ТВ. Как создавался ролик и почему он настолько популярен, расскажем в следующем сюжете. Казанские блогеры покорили «Рунет» неофициальной рекламой «Чебоксарского трикотажа». В сети набирает огромную популярность ролик с рекламой бренда. Авторами записи выступили «Громкие рыбы». К нам поступил запрос для создания ролика для конкурса красоты, и ребята его придумали. И нам настолько понравилась идея, что когда по организационным вопросам не получилось его реализовать для этого конкурса, мы решили оставить его для себя. И очень хотелось нам, чтобы эта идея нашла свое отражение, даже несмотря на то, что нет такого определенного заказчика. Сами выступили заказчикам к себе на ролик. Просто решили снять, позвали подруг, сказали «Йоу, Чебоксарский трикотаж, мы придумали идею, дайте нам одежду на пару дней, на один день». И они нам дали, и мы сняли ролик. Мне кажется, просто была идея ради того, чтобы сделать идею. Иногда у тебя есть какое-то такое высказывание, которое ты хочешь. А у нас это было высказывание, сделать такой контрапункт. В течение двух дней с момента выхода видео оно стало вирусным и распространилось в сети. Особенно пользователям Рунета понравилось выражение «Гучи шьют в Китае, чебоксарский трикотаж в чебоксарах». Мы снимали в Юдино. Юдино – это идеальное место, чтобы снимать 90-е, потому что там все про 90-е, там ДК, там люди. Атмосферу не пришлось создавать, она сама такая, нас окружала. Мы думали, будет что-то такое локальное, мы, честно, не ожидали, конечно, такого. Ну да, мы не думали такие, ну, наверное, пойдет по всей России, мы делаем продукт для всей России, не было такого. Мы делали, прежде всего, для фана, больше для фана, чтобы наша идея просто реализовать ее и все. Рекламу в том числе и оценил известный журналист Юрий Дудь. В своем инстаграме он назвал авторов ролика «Всадниками креатива». Когда, конечно, Дудь выложил видео, не верили своим глазам. Ну да, когда смотришь лайки, там лайкают люди, на которых ты давно подписан, твои любимые артисты, там прикольно в тело, приятно, знавать, видеть, смотреть. В какой-то момент такая волна цунами пошла, просто с телеграм-каналов, подписок, пабликов и так далее, и нас накрыло. И в конце были еще доли гудков. Ролик смонтирован с ретроэффектами, фоном говорит женский голос, как из советских передач о моде. Кадры с позирующими моделями перемешиваются со сценами кражи клетчатой сумки. Посмотревшие его уверяют, что у них возникает желание купить несколько трикотажных вещей. Каждый оставил себе три кошки после съемок. Да, у нас есть три кошки, водолазки, мы с удовольствием их носим, но они реально кайфовы. Да, просто настало лето, и их уже чуть-чуть жарковато носить. Чебоксарский трикотаж знал о планах блогеров сделать ролик, но не вмешивался в сценарии съемки, а лишь снабдил их нужной одеждой. Вообще, чебоксарский трикотаж не так хорошо пошли с нами на контакт, они дали нам все вещи, которые мы захотели, всех размеров, поэтому все в натуральном виде в ролике. И после того, как они увидели результат, мы чуть-чуть боялись, поэтому выложили его несогласованным, и это правда. Они сами его увидели и поблагодарили нас, вообще сказали, что классно, молодежно, и им понравилось. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях. До встречи!